Содействие занятости населения, предупреждение инвалидности и реабилитации, охрана труда, безбарьерная среда и социальная интеграция. Из пяти сводных целевых показателей в Бобруйске за прошлый год выполнено четыре. Снижение производственного травматизма и профессиональные заболевания остаются на карандаше. Ещё один немаловажный вопрос – трудоустройство. На 1 января на учёте в управлении числятся 424 безработных. Свободных вакансий больше 1200. На одного человека три предложения. В рамках выполнения задачи по содействию и повышению качества трудовых ресурсов было организовано обучение 225 безработных, в том числе с гарантией трудоустройства 52,4%. Оказаны профориентационные услуги более 2000 обратившимся гражданам. Работа с людьми с ограниченными возможностями сегодня под контролем президента. Этому вопросу уделяется особое внимание. В прошлом году броня по трудоустройству инвалидов на предприятие города предусматривало 40 человек. Однако получили места в два раза больше. Восемь получили профессиональное обучение. Сегодня на безбарьерную среду в Бобруйске направлено немало сил. Проводится и мониторинг объектов социального значения. По результатам было установлено, что на всех обследуемых объектах выявлены нарушения требований ТКП. Был дополнительно ещё и мониторинг, опять же, торговый центр Техас, который буквально введён недавно. В составе комиссии ездил и инвалид-колясочник. На 10-й сессии 28-го созыва народные избранники и руководство города рассмотрели и вопрос строительства жилья в рамках госпрограммы на пять лет. С 2016 по 2018 более 34 тысяч квадратных метров было построено для 505 многодетных семей. Всего же из 38 запланированных с господдержкой фактически введено в эксплуатацию 54 тысячи квадратных метров. В 2016-2020 годы в городе Бобруйске планировалось ввести в эксплуатацию 208,4 тысячи квадратных метров общей площади жилых домов. Из них 58,2 тысячи с государственной поддержкой. За отчётный период с 2016 по 2018 год программа предусмотрена ввод в эксплуатацию 128,4 тысячи квадратных метров. Общая площадь жилья фактически введено 142,7 тысяч квадратных метров, что составляет 111,1 от объёмов запланированных программой на 2016-2018 годы. Ещё одним радостным поводом 10-й сессии стало чествование сотрудников медиахолдинга «Бобруйское житё». Почётные грамоты и слова благодарности в связи с прошедшим днём печати за многолетний труд и качественную работу получили корреспондент Александр Казак и фотокорреспондент Александр Анташкевич, Мария Бересневич, Максим Галёнко, «Бобруйск-360».